Всем бицухи, с вами Кальц Фемель. Друзья, и в преддверии масляницы люди, как правило, начинают готовить блины, есть их. И если вы беспокоитесь за свою талию и не хотите набрать лишних калорий, то не отчаивайтесь. Сейчас мы вам расскажем правильный, а главное полезный и вкусный рецепт блинов, при том как соленых, так и сладких. Прежде чем мы начнем, хочу спросить. Поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии, что хотите еще увидеть интерес на моем канале. Это очень поможет в моем продвижении и развитии. Очень на вас надеюсь. Поехали! Сначала разберемся с тестом. Тесто для соленых и сладких блинов у нас будет одинаковое. Нам понадобится 3 яйца, 500 мл молока и мы используем овсяную муку. Можно купить в магазине, можно просто взять овсянку и намолоть ее в блендере. Если у вас нет овсянки, нет возможности ее намолоть, используйте кукурузную. Это будет максимально правильно и полезно. Приступаем. Разбиваем 3 яйца. Наливаем наше молоко. И немножечко это дело все взобьем. Можно использовать венчик. Мы дополнительно при этом укрепим свои предплечья и взобьем их немножечко. Взбили яйца с молоком. Если у вас есть миксер, распользуйтесь миксером, чтобы было быстрее. Высыпаем приблизительно половину нашей муки, а мы ее взяли 200 грамм. И размешивая потихонечку в белую вносим муку в наш. Добавляем оставшуюся муку через сито и хорошо взбиваем, чтобы у нас не было комочков. И теперь хорошо взбиваем. Тесто разделим пополам, ведь у нас будут соленые, сладкие блины. Перед этим немножко размешав, на глаз разделим пополам. При этом в соленое тесто, точнее в тесто для соленых блинов, добавим немножко соли и укропа тертого. Резаного, точнее, пардоните. Размешиваем. И на свой вкус можете добавить немножечко соли. Кто хочет, может добавить чеснока сушеного или выдавить натурального. И хорошо при этом размешать. В сладкие же блины мы добавим вот такой вот. Ванилины не было, я купил ванильный сахар. Добавим ванилин или ванильный сахар. Итак, друзья, наше тесто готово. Ставим разогреваться сковороду на огонь. Я налил немножко масла в пиалочку. Если у вас есть вот такая кисточка, прекрасно используем ее, чтобы было поменьше жира. Размазываем ей сковороду. И не забудьте, перед каждым наливанием теста на сковороду, хорошенько размешивать тесто, потому что овсяная и кукурузная мука имеет свойство оседать. Итак, друзья, сейчас мы приступаем к приготовлению нашей начинки. Для сладких блинов мы приготовим две начинки. Для первого нам понадобится яблоко, грецкие орехи, немножко меда и корица. Яблоко мы трем на крупной терке. Яблоки мы потерли, пока отставляем в сторону. Берем грецкие орехи, насыпаем их в пакетик. И наша цель их измельчить. Я обычно делаю так. Накрываем просто их полотенцем. Берем большой плоский нож и вот так вот на них давим и ломаем. Если у вас есть ступка, можете воспользоваться ступкой. Орехи мы немножко измельчили. Высыпаем их в яблоки. Добавляем по вкусу корицу. Добавляем мед. И все это дело смешиваем. Итак, начинка у нас получилась вот такая вот красивая, наверняка очень вкусная. Берем наш блин и выкладываем начинку. Начинку можете выкладывать, как вам удобно. Я люблю делать вот так вот. Выкладываем начинку. Стараемся распределить так, чтобы хватило на все блины. Распределяем начинку приблизительно по всему блину или наполовину. Пополам. На треугольник. И вот так вот. И у нас получается такой вкусный блин. Вы можете схватать его в трубочку или как-то иначе. Для второй начинки нам понадобится один банан. Творог. Лучше использовать мягкий творог с содержанием жира 3-5%, чтобы было поменьше калорий. И фит-парад или любой другой сахар. Заметили по вкусу. И немножко добавим молока, чтобы он был пожиже. Банан также дремно на большой терке. Итак, банан мы потерли. Добавляем сюда творог. Немножко сейчас добавим молока. И сахар заметли по вкусу. Пока добавим один пакетик. Попробуем. Может и так будут сладкие из-за банана. И все это хорошо размешиваем. Итак, у нас получается вот такая вкусняшечка. Выкладываем наш блин. Намазываем его нашей начиночкой. И этот блин, например, свернем в трубочку. Также можно его, например, разрезать пополам. Теперь переходим к приготовлению нашей соленой начинки. Для него нам понадобится творог аналогично, чеснок. Используйте столько зубчиков, сколько хотите по вкусу. И немножко молока также. А, и наш укроп, петрушка, зелень, которую вы любите. Высыпаем наш творог. Выдавим. Ну, пока что для начала один зубчик чеснока. На деле, скорее всего, конечно, понадобится побольше. Добавим зелень. И немножко молока. И все это теперь хорошо перемешиваем. Также у нас получается вот такая вот красивая и вкусная начинка. Если у вас есть блендер, конечно же, лучше использовать блендер, чтобы не было комочков, чтобы была лучшая консистенция. И все полноценно размешалось. Выкладываем наш блин, который тоже вот так красиво выглядит из-за укропа. Добавляем на него начинку. Чтобы лучше размазать в процессе, мы подумали, что лучше использовать, наверное, кисточку. Я подумал, что, наверное, можно добавить немножко курицы и рыбы, чтобы у нас было пониже калорийность нашего блюда. И чтобы оно было вкуснее и питательнее. А также богато белками. Так-то все. Вот еще сверху помажем немножко. И так же скручиваем в трубочку. Вот так вот. Так, друзья, у нас получились вот такие вкусные блины. Соленые и сладкие. По ссылке в описании вы можете найти еще раз рецепт, калорийность, ингредиенты. На этом все. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...